Привет, друзья, меня зовут Григорий Герман. Если взять тезисы, которыми щедро подчевала российская пропаганда своих граждан и весь мир, и сравнить с теми новостями, которые сейчас переполняют новостные ленты, то мне лично совершенно очевиден следующий вывод. Единственное, что научилась отменно производить Россия, это фейки и мифы. Даже российская нефть «Уралс» на самом деле не фонтан. И торгуется с дисконтом, потому что хуже по качеству эталонных бренда и техасской сладкой. А вот фейки российские, они превосходного качества. Они настолько хороши, что в них поверили не только россияне, но и, скажем, западные военные эксперты. Да, я про все ту же непобедимую вторую армию в мире. И если присмотреться, окажется, что все российское государство, все российское общество не только наполнено мифами и фейками. Оно состоит из фейков и мифов. Российские мифы – это несущая конструкция Российской Федерации. А значит, надо ее разрушать. И вместе с российским политиком Ильей Пономаревым мы заложим пару тротиловых шашек в эту несущую конструкцию. И будем ждать, когда рванет. Миф об армии, миф о мощной экономике и многое другое. Оставайтесь, будет интересно. Я сегодня хотел бы с вами поговорить о том, в чем российское государство преуспело намного больше, чем в строительстве высокоточных ракет, непобедимых российских авианосцев или же высокого уровня жизни простых россиян. Вы можете вспомнить момент, когда началось это фейкодельство, фейкотворчество? Ну, началось довольно давно. Я первые предложения о всяких ботофермах получал еще в нулевых годах. Это еще тогда, когда был только Твиттер. Это, ну, соответственно, наверное, где-то, ну, вот конец нулевых годов, да, когда это начало превращаться в такой бизнес. Эти многие, кто занимался, то есть, в любом случае, это были около интернет-деятели, которые там начинали это все предлагать. Есть некоторая разница между, так скажем, тенденциозным освещением тех или иных событий, да, там, подборкой новостей, да, то есть, под каким-то углом, да, в определенном, и прямым выдумыванием, да, когда, то есть, они просто конструируются, когда новости снимаются в павильоне Мосфильма или там где-то на природе, то есть, когда они просто изобретаются, высасываются из пальца, из нуля. Это, конечно, совершенно другой уровень. Альтернативную реальность российское государство начало формировать еще немножечко раньше. Ведь не за 8 лет сформировалась реальность второй по силе армии мира. Она же начала формироваться раньше, а ведь это же чистый фейк. Ну, смотрите, тут, если говорить конкретно про армию, да, то здесь как такие волны, да, то есть были, потому что все-таки это все уходит в эпоху Холодной войны. Две сверхдержавы, между ними равновесие, там в чем-то одна сильнее, в чем-то другая сильнее. При этом советская армия, естественно, оперировала к статусу армии-победительницы во Второй мировой войне, где, ну, действительно, на Европейском театре военных действий она была основным актором, которая сломала хребет фашистской Германии, да, и, значит, вот отсюда идет вот эта вот традиция этой там непобедимости, страшной там угрозы и так далее. Первая, вторая, даже тогда никто не говорил, что первая и вторая. Потом, когда союз развалился, тогда, значит, Россия, ну, вторая, да, то есть вот есть Америка, да, мы, то есть там, да, уже не, там, одна шестая часть света, одна седьмая, ну, и поэтому армия не на равных, но вторая, да, там, значит, и вот в таком статусе она затвердилась. А вот тот миф, про который вы сейчас говорите, он, конечно, начался уже при Шойгу, потому что это маршал-пиарщик, да, он очень внимательно относится к пиару, вот все 90-е годы он пиарился как суперэффективный менеджер, который создал Министерство чрезвычайных ситуаций, фактически такую новую спецслужбу, новый силовой блок, который был создан с нуля, которого не было в советское время, и который, типа, очень эффективен. А поскольку чрезвычайных ситуаций в России, мягко говоря, хватало, то, соответственно, он был всегда на виду, и при этом все время с положительной историей. Он никого не убивал, а он все время всех людей спасал, и при этом в форме, да, то есть с бравыми ребятами и так далее. Поэтому, естественно, этот имидж перенесся на армию тоже, а Шойго оказался просто, я считаю, в плену в значительной степени вот этого собственного образа, да. Он уже не мог в этой ситуации говорить, что все плохо. Он может говорить только то, что все зашибись, и будет еще лучше. И в итоге вот этот миф, он начал отрываться, отрываться, и отрываться от реального положения дел. Все-таки это макина очень эмоционная, там все время ситуация была, ну, даже если она улучшалась, ну, Шойгу много сделал, чтобы навести какой-то порядок российской армии, конечно, что ему досталось там от Сердюкова, там, мягко говоря, в таком состоянии, да. Он много для этого сделал, чтобы это улучшилось, но все равно это очень медленно, а пиар убегает намного вперед. И вот, соответственно, мы получили то, что получили. Лучше всего фейк производит тот, кто в него искренне верит, да, ну, или хотя бы его ретранслирует. Руководство российского государства, инополитическое, в том числе и сам Шойгу, они на самом деле верили в то, что это вторая по силе армия мира? Или все-таки это была чистая игра на публику? Я думаю, что и Шойгу, и Путин в это верили. Ну, я думаю, что они все равно и сейчас считают, что это вторая по силе армии мира. Они могут там еще как-то, может быть, третья, потому что там Китай, да, еще есть, который, ну, просто там, значит, все увеличилось количество и все прочее. Но, конечно, они все равно так думают. Еще вопрос уже даже нынешнее положение дела, поскольку это доходит до верха, насколько они отдают себе отчет в реальной картинке. Но уж по-любому признаться в том, что там они неправы, это не то, что то, что они обманывали. Обманывать нормально, да, когда осознанно там решили и всех обманули, да. Вот, это да ладно. Но я думаю, что они как раз сами обманывались, то есть еще добавляли к этому от себя разного вранья. В итоге это было вранье в квадрате. И, ну, признаться в том, что их кто-то обманул, ну, это нет, это не по понятиям, пацаны не поймут. Такой спорченный телефон во всероссийском масштабе. Гигантский. Ну, опять-таки, это же еще советская культура приписок, да, которые постоянно идут вверх. Но все-таки у всего есть пределы. И поэтому никто не ожидал, что вообще надо будет когда-нибудь проверить, эта армия вообще работоспособна или нет. Вот у нас сейчас мы видим, как ракеты, значит, в Белгороде, да, запускаются и падают вниз, да. Из семи ракет четыре упало, да. Там почему они нас бомбят с Каспийского моря? Да по очень простой причине. Потому что половина ракет, которые запускаются с этих бомбардировщиков, они не летят. Не долетают. И поэтому так они падают, они даже не долетают. Они сразу падают, да. И поэтому, если они будут это делать над сушей, это там кому-нибудь попадет. Это будет видно о том, что они упали. Но придет какой-нибудь блогер с телефоном, да, заснимет это. А так это в море, и все, и концы в воду. И это основная причина, почему над Каспийским морем. Иначе бы поближе можно было прилететь. Это вот надо так, чтобы это невозможно было проверить. Поэтому они оттуда и запускают. Я на полном серьезе это говорю. И вот в Белгороде начали пускать. Вот там народ сразу видит о том, что ракеты падают. Ну и так все. И снимают сволочи еще. Мало того, что сами видят, еще и снимают гады. В этой связи последнее заявление, которое всех, понятное дело, зацепило по поводу того, что мы еще не начинали. Это тоже фейк? Это вот эта убежденность, о которой вы только что сказали, что они действительно искренне верят, что они еще ничего не начинали? Да нет, ну это какая-то вот эта пацанская распальцовка такая. То есть вот он же Путин, он же такой, он же бандюган. Он же там, он шпана из-под воротни. Вот он этим языком, соответственно, и говорит. Он в сортиях кого-то мочит, режет, чтобы больше не выросло. А он вот еще не начинали. Ну и вообще что там. Ну то есть, ну понятно, это вообще не стоит воспринимать ни в каким образом всерьез. Это чистое запугивание, игра на публику, бравада. Просто очень характерная для нынешнего российского президента. Экономика. Мощная российская экономика, которая способна справиться с вызовами импортозамещения. Это тоже фейк? Ну конечно. Совершенно очевидно. Ну просто тут же вопрос в том, что импортозамещение такая лукавая штука, которой в принципе можно заниматься бесконечно. То, что что-то там где-то работает в промышленности, оно все работает как раз на значительные части импорта. Потому что типа нафига производить детей. И в этой ситуации можно бесконечно импортозамещать. Вот сейчас у нас там 70% это импортное оборудование, а завтра будет 65%. А еще через год это будет 60%. А еще там через 5 лет мы выйдем на цифру 30%. Вопрос только в том, что пока нам останется хоть один процент, до импорта не заместился, потому что ты все равно от этого зависишь. Потому что если нет одной гайки в автомобиле, неважно там нету целого агрегата или вот этой одной гайки, ты все равно его не можешь выпустить, его все равно не можешь сделать. И ты все равно, то есть у тебя рабочий сидит и ждет, пока эти гайки соответственно приедут. То есть делали ли они усилия, направленные на импортозамещение? Конечно делали. Ну и вот действительно снизилась зависимость от иностранных технологий в российской промышленности. Но успешно, можно назвать, может быть только ради, что в сельском хозяйстве и то в отдельных отраслях. Потому что там, допустим, выращивать пшеницу мы можем, а семян, значит, у нас там своих нету. И там генетических технологий, которые там модернизируют, то есть там и так далее, на этом у нас нету. Мы их не можем там привести. Вот там какие-то смешные вещи там, спермы быков у нас нет, да, то есть вот, которыми надо телок оси менять. Вот то есть вот только сантехник Вася может их всех там по оси менять. Ну, как бы результат не тот, который нужен для того, чтобы вся эта история была экономически эффективной. Я не смеюсь, это реальный совершенно там пример, да. Мы не можем производить эти вагоны железнодорожные, потому что там нету одного конкретного подшипника. Вот подшипники мы производим эти, то есть в Российской Федерации. И китайцы не подставляют, потому что не хотят, чтобы значит, их вздрючили за это самое преодоление санкций. И все, его и тупик. Вроде там одна маленькая хрень, да, все остальное свое. Но на одной маленькой хренье ничего не работает. Да, еще и казаки в последнее время, после того, как Касым Жамарта Кемелевича назвали неизвестно кем, они тоже начали обрубать все, что можно было подпоставлять сюда, насколько я понимаю. Да, тут же ведь, ну, просто поставьте себя на место начальника, которому докладывают, и на место подчиненных, которые этому начальнику докладывают. Они же докладывают ровно так, как я вам рассказывал. Владимир Владимирович, да, то есть вот там год назад было 70%, да, то есть вот сейчас 50%, а завтра будет 30%. Ну и какой вывод делает начальник? Во-первых, то есть, естественно, там подчиненные этим хвастаются о том, какое они великое достижение сделали, они молодцы. А во-вторых, какой вывод в этой ситуации делает начальник? Начальник делает вывод, что вот если бы вчера наступили санкции, мы его потеряли 70% экономики, 70% зависимости, а завтра мы потеряем только 30% экономики, если у нас 30% зависимости. Но на самом деле, как тогда мы потеряли 100%, так и сейчас потеряли 100%, потому что целиком машина не выезжает с этого самого конвейера. Вне зависимости от того, этот конвейер на 70% зависит, или на 30%. И вот этот вот физический процесс, если ну как бы ты в этом не погружен, не знаешь, не разбираешься в экономике, в промышленности, а Путин, естественно, не экономист и не промышленник, то есть он чекист, да, ну это ускользает. А объяснить ему этого никто не хочет, потому что это же обесценивает их усилия по импорту замещения, если кто-то скажет, что Владимир Владимирович, мы вот так здорово импорты замещали, сосвоили 20 миллиардов долларов в этом процессе, но вы не думаете, то есть разницы ровно никакой нет с точки зрения итогового результата, ну что он с ними сделает. Тут Давидович Медведев вышел с очередным каким-то сообщением, не знаю, где он его опубликовал, но смысл этого сообщения следующий о том, что Россию наконец-то начали снова уважать, практически как раньше уважали Советский Союз, а в чем-то даже еще больше. Насколько я понимаю, сейчас они строят или пытаются построить новый, но только понятное дело, что фейковый Советский Союз как вершину своего мировосприятия. Ну, они в Советском Союзе были молодыми, вот и жили еще неплохо, у них там, значит, было светлое будущее вот перед глазами, поэтому, конечно, они хотят вернуться в эту самую молодость, а не в свою пространную жизнь, у которой нет никакого будущего, поэтому тут, ну, психологически никакого удивления нет, вопрос, что Советский Союз все боялись из-за ракет, и эти ракеты – это далеко не положительная составляющая имиджа Советского Союза, это может быть там, внутри Советского Союза был этот нарратив о том, что азотомы там в космос летают, да, мы должны этим гордиться, да, но те люди, которые Союз уважали, а таких действительно было много, знаем, что большое количество иностранцев, например, шпионили в пользу Советского Союза, работали как разведчики абсолютно бесплатно, не то, что там купили там и так далее, а то есть по велению сердца, потому что была идеология коммунистическая, которая для многих была очень привлекательна. И остается она, кстати, для многих привлекательна, несмотря на крах Советского Союза, конечно, и привлекательна снизилась, но тем не менее небольшое количество людей в мире по-прежнему стоят на левых взглядах. Вопрос только в том, что Россия-то не левая, и то, что предлагает Путин, совершенно не левая, то есть то, что он предлагает с точки зрения идеологии – это архаика, поэтому на данный момент Россия привлекательна только для гомофобов, это единственное, чем она отличается. То есть если вы не любите представителей секс-меньшинств и не любите людей из смешанных рас и так далее, вот тогда вам в Россию, а все остальное – это уже одна ни в чем не лучше, чем другие. Экономика у нее такая же неолиберальная, как и в Соединенных Штатах или, например, в Евросоюзе, но при этом она еще себя плохо ведет. Вот я разговаривал с американскими политологами, мы с ними обсуждали начало новой холодной войны, о том, что она все-таки начинается. Когда-то мы с вами обсуждали, да, проспят или не проспят американцы очередной развал Советского Союза, как было в 90-е. Готовы ли они к тому, что снова холодная война? Они пришли, они мне рассказали, что на самом деле Соединенные Штаты уважали Советский Союз именно потому, что это было идеологическое противостояние. И это был не просто страх ракет, это была понятная американцам война с уважаемым противником, потому что за этим противником стояла идеология. И американцы видели, что ради этой идеологии Советский Союз готов на многое. Сейчас идеологии нету. Да, и советские люди. Но сейчас идеологии никакой нет. Ну, нельзя же на самом деле предположить, что русские, россияне будут умирать за идеи русского мира. Ну, абсолютно невозможно. И поэтому, помните, там Маккини сказал, да, там ржавая белозаколонка, да, была еще другая фраза, там верхняя вульта с ракетами. Вот это действительно то отношение, которое сейчас имеет Россия. Вот сильная вертикаль власти, да, этот нефритовый жезл, на который насажена вся российская государственность, да, это тоже... Ой, какой сильный, сильный, сильный эротический образ, то есть... Ну, по большому-то счету так, оно вбежеет, да, да. Распространено, одно из самых распространенных мнений, что российская власть настолько сильна, и настолько вот эта вертикаль, она непоколебима, что ничто не сможет ее повредить. Даже сами россияне в это верят, насколько я понимаю. Там не вертикаль, на самом деле, российская власть это мафиозная структура, это структура, которая связана с отношениями круговой поруки, взаимного компромата, взаимного страха, угроз и так далее. С другой стороны, взаимного заработка, да, то есть это четкая мафиозная, мафиозный клан, в котором есть какие-то свои вот эти взаимоотношения, мы друг друга не бросаем, но это не россияне не бросают россиян, да, а члены вот этого клана, который высасывает соки из россиян, не бросают других членов этого клана. То есть у Путина это абсолютно безукоризненная система номенклатуры, пока ты лоялен клану, пока ты в банде, с тобой ничего не случится, тебя могут куда-то передвинуть и так далее, но если ты лоялен, то все нормально. Предательство наказывается смертью, выйти невозможно, уйти в отставку нельзя, но пока внутри, то все окей. Но вертикаль ли это? Нет, это совершенно никакая не вертикаль, это страх и круговая порука. Ну, известно, что, например, кручение президента, просто статистика, да, то есть я вот, там, конечно, не знаю последние цифры, да, но они менялись в течение всего времени правления Путина, поэтому я уверен, что процентовка она та же самая. Вот в среднем Путин выдает в год от полутора до двух тысяч поручений. Из них исполняется что-то 30% от такого порядка. То есть точно меньше 50%. Вот, порядка третье количество поручений, которые на самом деле исполняются. Хотя есть специальный механизм отслеживания этих поручений, там, то есть контроля, значит, и все-все-всего прочего, но реально вот уровень исполнительской дисциплины такой. Там он в разной зависимости от того, кому исходят эти поручения. Но Путин просто очень часто подписывает, что в течение дня ему, что принесли там, значит, он что-то сказал, то, что он сам не помнит, заработает аппарат, из этого довольно много не исполняется. Является ли это вертикалью? Нет, это никакой вертикалью не является. Это вот такая сложная мафиозная структура, где, которой правит исключительно личный интерес. Вот когда у Путина есть личный интерес, тогда его личный интерес безусловно исполняет. Дальше вот на следующем уровне управления все ровно то же самое, когда у конкретно у министра есть личный интерес, это исполняется, когда это винтик в машине, ну, там уже в зависимости от бюрократической целесообразности, там, в половине случаев можно прикрыться бюрократической отпиской, вот, о том, что да, там, Владимир Владимирович, вы там расписали полететь на Луну завтра, ну, вот мы написали заявку промышленности изготовить пружину нужного диаметра для того, чтобы осуществить подобный прыжок. Ну, а если не принесет, ну, а что мы можем поделать, да, то есть то, что от нас зависит, сделано. А промышленность скажет, а нам, то есть, нужно там железная руда вот таких-то свойств, ну, когда нам принесут, мы тогда сделаем. Но формально ваше поручение, Владимир Владимирович, исполнено, мы свою часть работы сделаем. Просто Путину не надо, не надо, чтобы люди работали по-честному. Ему надо, чтобы они воровали, потому что когда они воруют, на них есть компромат, когда они управляемы. А если он честный человек, он профнепригоден. Ни один честный человек в системе Путина не работает, это он, его не назначают на должности. Я это говорю не ерничая, а реально, если там даже случайно кто-то честный попадет, его посадят. Вот тех, которые реально воруют, не посадят. А если попадет честный, того точно посадят, потому что как им управлять? Ну да, это не воруешь, подозрительный какой-то очень сильно. Нет, просто нет компромата, если у тебя нет компромата, ты будешь там фальсифицировать выборы, не будешь исполнять просьбы вышестоящих руководителей о том, как что-то распилить или удовлетворить их другие интересы, потому что зачем тебе, ты не вовлечен, если в их коррупционную схему. Нужно, чтобы ты вовлекся, тогда окей, они оставят этому человеку коррумпированному, они ему дадут на чем кормиться, он будет от этого зарабатывать, там, не вопрос, но зато все будут знать, что он лоялен. По вашему мнению, самый главный фейк, ложь или альтернативная реальность made in Russia, которая была произведена, сконструирована и создана? Ну, самая большая ложь, конечно, это все вот эти вот западные угрозы, мне кажется. Да, наверное, нет, на самом деле я не прав. Самая большая ложь и фейк, произведенная в России, это Владимир Путин, потому что ему из него вылепили из совершенно серого, довольно мелкого, не очень умного человека с ограниченным кругозором и с никаким стратегическим сознанием, и из него сделали какого-то демиурга, самого влиятельного человека на планете Земля, который может шантажировать весь мир. Весь мир это поверил, да, это реально все человечество в это верит. У него есть один талант, безусловно, да, он гениальный психолог, гениальный манипулятор, очень хорошо чувствующий людей, и через это он является, конечно, блестящим тактиком, да, то есть потому что он очень хорошо может предсказать, как люди отреагируют на то или иное действие с его стороны, и по полной программе использует это в собственных интересах. Ну, получается, что тогда, весной этого года, в феврале этого года, он по самой сильной стороне своей совершил ошибку, потому что он не предугадал, несмотря на все свои таланты, о которых вы только что сказали, как будет действовать там тот же Зеленский, как будет действовать та же верхушка Соединенных Штатов. Европа и та тоже, по большому счету, сейчас на исходе там четвертого-пятого месяца войны, они же тоже ведут себя абсолютно не так, как он предполагал. Ну, я хочу сказать, что в значительной степени как раз это результат того, что у него не было возможности проявить этот талант, потому что он сидел в изоляции, был кофе. Два года он сидел в этом самом бункере, да, поскольку он параноик. И это очень сильно, конечно, повлияло, на мой взгляд, на это самое решение. Если бы он общался с более широкими кругами людей, то, может быть, бы он этой ошибки и не сделал. Да, у него было очень маленькое количество информационных источников с очень многими людьми. Он разговаривал по телефону, посредством видеосвязи, а ты не читаешь человека, когда ты общаешься через экран. Для того, чтобы чувствовать, ты должен с ним быть лично за одним столом и не на расстоянии шести метров, а вот пить чай рядышком и так далее. Тогда ты можешь его сочетать. А у Путина этой возможности не было. По большому счету, он единственный, кого мог считать за это время. То есть он встречался с Байденом, соответственно, там за полгода до нападения. И я думаю, что он вполне правильно понял, что сам по себе Байден будет бояться, что он достаточно слабый, нежесткий, очень осторожный, мягкий человек, настроенный дипломатически. Ведь если бы не было вот этого фактора Зеленского, американцы что говорили? Давайте мы за вами там самолет пришлем, да, то есть вас увезем. Это легкий сценарий, который у всех считывался, да. И тем более, что Путин и видел, что американцы предсказывают быстрое поражение Украины. Поэтому он, соответственно, и считал, что Байден будет действовать вот так вот из своего характера. А вот Зеленский оказался вот тем самым нефритовым стержнем, на который насадилось российское государство. Спасибо большое. Вместе с военным кораблем, да. Ну это я в личной ноте, как мы обозвали президента Украины нефритовым жестом, мы и закончим.